Добрый день, друзья! Мы с вами опять никуда не едем и перед нами Porsche 911, поколение 991. Это последняя, седьмая модель, которая отчитывает свое начало 1963 года. Машина эта претерпела эволюцию, но не революцию. Машина, как и в первом поколении, имеет двигатель за заднюю осью с горизонтально расположенным шестицилиндровым оппозитным двигателем с развалом 180 градусов. Это и делает эту машину такой устойчивой на дороге. Колоссально низкий центр тяжести, широченная, большая ширина колес делает ее очень устойчивой в поворотах. И знаменитая управляемость 911, благодаря очень легкому носу, делает ее крайне юркой и устойчивой на извилистых гоночных трассах, на таких, как северная петля Нюрнбург-Ринга. Там эта машина всегда показывала самое лучшее время. Но за эти 50 лет она выросла в размерах, конечно, колоссальной. Это больше не легкий, маленький спорткар, а уже полноценный, полноценный купе класса Гран-Туризма. Однако машина остается верной себе и все еще может быть заказана с механической короткой передачи. Jaguar, Mercedes и другие спортивные модели не предлагают такой опции. Сплошные автоматы, даже Ferrari практически отказались от механики. И только 911 остается верной самому себе. Это посадочная формула 2 плюс 2. Задние колеса значительно шире расставлены, чем передние. Здравствуйте! Прекрасный цвет! Я ваш сосед, очень люблю 911. Решил снять парочку секунд. Спасибо! Спасибо! Друзья, и вот мы посмотрим, как отъезжает этот автомобиль. Нам повезло. Мы услышим его замечательный звук оппозитного 3-цилиндрового двигателя. Ну что ж, друзья, это было короткое свидание с Porsche 911. До новых встреч!